Так, товарищи, всем привет! Что, вы потеряли меня, да? Когда будут новые видео? А вот когда интернет появится. Вот интернет появился, теперь у нас с вами будут новые видео. Так что, начинаю снимать. Длинных роликов не получится. 10-12 минут максимум. Sorry, такая загрузка. Сегодня у нас видеоблог, очередной с месячным перерывом. Смотрите, наслаждайтесь. Расскажу о плохом и хорошем, что у нас произошло. Хорошего, конечно, больше. Также я активно пользуюсь Инстаграмом. Пожалуйста, у кого есть Инстаграм, заходите, подписывайтесь. Ссылка будет на Инстаграм под видео. Для меня это на сегодняшний день одна из самых доступных социальных сетей. Все, пошли смотреть. Блин, ребят, ветер дует. Я боюсь, что будет звук плохой. Так, ну начну с того, что мы начали освоение заброшенной части участка, до которой у нас дошли руки. Наконец-таки. Только вот в июне, в начале июня месяца начали строить большой козлятник. Сейчас мы с вами козюлем тоже сходим. Здесь еще вообще у нас ничего нет. Ничто не посажено, только совсем чуть-чуть. Вот тут чуть-чуть посажено картошки. Кстати, картошка посажена по новому методу. Вернее, по экспериментальному. Он не новый, он, конечно, старый, он экспериментальный. Я вам потом о нем расскажу. Картошечка наша растет под соломкой. И здесь сидит 60 сортов. Ой, 60 сортов. Что я говорю? 60 кустов клубники. Сорт Азия. Спасибо Насте Лепатовой. У нее, кстати, есть свой канал, который нам эту красоту... Да, вот у нее мы эту красоту приобрели. Вот кустиком только... Вот мы их только посадили весной. То есть они совсем-совсем-совсем еще молоденькие. И вот они уже у нас дают первый урожай. Так, на клубнике я тоже потом с вами остановлюсь. Здесь сидит кормовая свекла для коз. Про огород будут отдельное видео. Огород. Наша бабушка. Привет, бабушка. Привет. Маши ручкой. Мы с вами заходим к козам. Козам, козам, козам. Стоит Сима, которую мы привезли из Булатова. Симка стоит. Вот девчоночки, помните, были маленькими козлятками. А вот Тасьечка. Тась тоже родила нам козляток. Вот ее сыночек. Они у нас очень похожи. Тасьечка моя. А это наша Нюра. Как раз вход будет в козлятник, который мы строим. Пока здесь только небольшой загончик для самых маленьких. Мы от Тимы стали отсаживать детей на ночь. Уже как месяц. Они у нас здесь живут. Вот посмотрите, как пригодилась найденная около помойки детская кроватка. Вообще идеально. Прямо даже, по-моему, прям вообще красота какая-то. А здесь можно вот так кроватка поднимается. Да, и можно повесить кормушки. Так что, у кого есть старые детские кроватки, не выбрасывайте. Они вам еще пригодятся. Укос, выгул. То есть у них двойной забор. Сейчас я вам покажу. Меня, по-моему, кто-то спрашивал. То есть у них здесь такая территория, ну, как бы скажем, отдыха что ли. А здесь уже вот все огорожено. Вот у них здесь выпас. Они здесь пасутся. Он весь огорожен. Скажу почему. Потому что вот у соседей нет забора. Естественно, если мы такос выпустим, то соседи останутся без огорода. Поэтому либо мы сами их выводим и смотрим за ними. Или вот они на этом выгуле гуляют. Привет. Вот моя любовь. Да, любовь моя идет. Привет. Ну что, ну что. И Симочка моя любовь. Сима решила. Вот они еще сосут у нас. Девкам пошел третий месяц. Они еще сосут сиську, но только когда она ходит в туалет. Все. Она стала их гонять усиленно. И не давать им как бы много сосать. Поэтому она прекрасно дается утром. Вот. И прекрасно дается вечером. То есть не так уж часто она их подпускает к себе. Все. Вот она им дает минуту. И все. Теперь до следующего раза. Пока она снова не захочет в туалет. Да. Да, Симочка. Да, моя девочка. Так, пойдемте к птице. Здесь у нас отдельно сидят. Вот остатки. Это наш амаран. Петух залетел к белым мини-мясным курам. Нам пришлось почти на три недели отсрочить все заказы. И ждать, да. Вот такие вот поместные мини-маран у нас вывелись. Так. Рассказываю про... Как бы мне вас тут всех поснимать. Значит, здесь у нас сидят малины. Вот такие вот уже малины. Почти два месяца. Дальше. Белые. Вот мини-мясные. Вон малины пошли. Потом мини-цветные яичные. И вот маранчики. Вот маранчики. А вот сидят, смотри. Вот маранчики с генофонда. И вот привет. И вот малины. Уже достаточно большая птичка. Вот эти мини-мясные, они не из генофонда. То есть они у нас из частных рук. Здесь птица сидит без выгула. И мне это нравится намного больше. Скажу вам честно. И вообще до двух месяцев не рекомендую никому выпускать цыплят на улицу. Особенно сейчас был сезон дождей. Вот посмотрите. Это мини-цветные яичные. Я не знаю, что из них получится, честно скажу. Но такие какие-то, ну, вот-вот-вот. Симпатичные птички. Такие экспериментальные в генофонде. Не рекомендую никому выпускать птичку на улицу. Особенно в сезон дождей. Потому что кокцидиоз, он не дремлет. Потом будете его лечить. Здесь у нас, как обычно, белые мини-мясные. Им уже два года. Поэтому осенью этот сезон у птицы последний. А вот мораны. Кстати, они ровесники мораны и мини-мясные. Мораны до сих пор, уже вот им два года было, да. Всем пошел третий год. Прекрасно несутся. То есть проблем нет. У нас 10 моранов, которые каждый день дают 6, там, 5, 6, 8 яиц. То есть мини-мясные в плане долгой яйценоскости проигрывают. Вот мы пришли на уличный выгул. Здесь у нас мини-мясные и из генофонда, которые мы сами покупали. И также здесь, вот видите, вот эти маленькие. Это В-33. Это карликовые лигорные. Мы будем... Вот они совсем. Вот-вот-вот идут. Мы первый год их будем пробовать. Вон они у нас все гуляют. То есть мы птицу разделили. Ну, я думаю, отлично видно, да, что птица, которая сидела там, в закрытом помещении, выходила на улицу. Она гораздо лучше выглядит, гораздо крупнее. Почему? Потому что мы в этом году столкнулись с коксидиозом. Из-за дождливой погоды. Не всегда, да, успеваешь загонять в дождь и так далее. Сильного, конечно, падежа у нас не было, так как вся птица была пропоена профилактически. То есть я не могу сказать, что практически все стадо сохранено. Все равно мне это совсем не нравится. Поэтому для себя я приняла на будущее твердое решение до двух месяцев, хотя бы, это минимум, птицу на выгул не пускать. Только в закрытом помещении, чтобы никакого контакта с сырой средой, вообще другой средой не было. Ну и, естественно, профилактика. Так, сейчас я выловлю этих В-33шек. Какие они классные. Вот они. Вы не смотрите, что они маленькие. То есть на самом деле по возрасту они очень даже... Вот он кушает, вот пошел. То есть они по возрасту нормальные, им полтора месяца. Вот, это просто такая мелкая... Да, будет мелкая птичка. Это карлики, которые несут достаточно хорошее яйцо крупное. Мы закладывали на инкубацию крупное яйцо. Привет, Петрович! Вот маранчики наши и белые мини-мясные. Вон лежат. Жара, конечно, жара. Вся птица просто растоплена. Так-так-так, отходите, выпустите меня. Кто, кстати, спрашивал про выгул? Видите, у нас половина выгула дерева, половина выгула земляной пол. А то кто-то сказал мне, ой, что же у вас все деревянные. Нет, у нас не все деревянные, но вот до половины. С навесом как раз, чтобы под дождем прятались. Так, вы выпустите меня, пожалуйста. В принципе, со стороны это выглядит так. Вот, все выгулы, все выгулы разделены. По родам все сидят у нас отдельно. С друг с другом не общаются. Так, пойдемте в парник. В парнике, в парнике, вот такие вот у нас уже огурцы. Вон там, где-то уже мы съели. Сейчас камера запотеет. Вон уже висят, вон там огурчики. Пока краснеют только маленькие помидорчики. Ой, фу, мне здесь жарко. Это я лучше буду вечером снимать. И давайте кратко по огороду. Вот огурцы на улице. У нас вообще много капусты. Там у нас маточные клубники. Здесь у нас маточные клубники. У нас, короче, везде маточники, клубники. Вот, сейчас порядка 10 сортов. Планируем довести до 30 сортов. Ну и как обычно свекла, морковь, лук, чеснок, зелень. И вот, кстати, лук-шалот. Мне очень нравится. Я про него писала в инстаграме. Вот такой вот он у нас. Там джунгли, джунгли лука. Ну, все, товарищи. Вот еще картошка другая. Все, попробую. На сегодня это все. Конечно, не особо информативное видео получилось. Но мне надо сейчас попробовать его загрузить. Посмотреть, как все это будет там на ютубе. Сколько это будет загрузиться. Вот, да. Все, всем пока-пока. И до встречи в следующих видео.